Приветствую вас на канале Календарио, это Аня Лапа и сегодня мы будем делать обзор на восьмой выпуск шоу Маска, а также будем менять тональности в голосах участников во время разговоров с жюри. Начнем! Очередное воскресенье, очередной выпуск шоу Маска, уже восьмой по счету и на этот раз у нас снова одна разгаданная тайна, снова один выбывший участник, я думаю, что вы уже все знаете и этим выбывшим участником оказывается единорог. Немного расскажу, что будет в сегодняшнем выпуске. Мы по традиции обсудим все подсказки, которые были даны единорогам, немножко поговорим собственно о нем и этот выпуск я хочу посвятить снова замене тональности, будем менять тональность, но не в песнях, а в разговорах с жюри. Многие обратили внимание, что голос Масок звучит не только во время выступлений, но и во время того, как Маски разговаривают с жюри. Конечно, он измененный, сегодня мы попытаемся вернуть им человеческий вид и возможно какие-то у нас появятся новые версии, может быть кто-то удостоверится в своих версиях. Предыдущее мое видео было посвящено как раз единорогу, мы буквально скачали последний вагон, чтобы сделать свои последние выводы, кто же скрывается под маской. Напомню, что я до последнего сомневалась, несмотря на то, что первые выпуски я говорила, что там Ирина Дубцова, потом меня взяла сомнения, думала, что там Нонна Гришаева, потом я вообще не могла определиться. Не знаю, моя все-таки версия остается, что это Ирина Дубцова. Я продолжаю склоняться к тому, что это Ирина Дубцова. Кстати, хочу отметить, что я долгое время говорила и слышала в маске единорога, Дубцову. Пока от этой версии не отказываюсь, но действительно в последнем выпуске услышала в самом начале Нонну Гришаеву. Когда я готовила это видео, у меня просто целый ворох мыслей был. Я не могу определиться, действительно, я не могу понять все-таки Дубцова или Гришаева. Там звучит то одна, то другая. В итоге все равно под маской единорога оказалась Ирина Дубцова. Кстати, в предыдущем видео, когда мы выбирали, кто может скрываться под этой маской Дубцова, Подольская или Гришаева, по лайкам под комментариями все-таки победила Ирина Дубцова. Все-таки большинство отгадало ее, как и все члены жюри. Все поголовно сказали, что там именно она. Хочу обратить ваше внимание на два момента. Один из них довольно-таки странный, другой тоже странный. Дело в том, что во время еще выступления единорога, когда еще никто не знал, что там Ирина Дубцова, жюри уже стали заранее говорить о том, что у Ирины в день съемок одного из выпусков шоу Маска был концерт, и она якобы там могла или не могла принимать участие. Филипп сказал, что она была последняя, что это уже было практически ночь, и к тому времени концерт уже закончился. Как-то вот возникли сомнения, просто ли так они это говорят, для чего они собственно это говорят. И в конце еще раз, когда уже сняли Маску с Ирины, она сказала об этом, что да, она после концерта примчалась сюда, а после съемок выпуска помчалась еще на автопати, там опоздала на полтора часа. И очень много вот было об этом сказано, потому что действительно в интернете очень много писали о том, что Ирина не могла принимать участие, именно потому что у нее в этот день был концерт. Видимо, решили организаторы заранее перестраховаться от всяких вот этих комментариев по поводу дублеров, статистов и всего и всего остального. И вот такое вот объяснение сразу выдали заранее. Поверим им на слово, нам ничего не остается, кроме как поверить им. И прежде чем приступить к расшифровке подсказок от единорога, хотела бы заметить, что подсказок расшифровано было восемь. Как мы с вами говорили в самом начале наших первых видео, мы пришли к выводу, что за один выпуск вот из этого огромнейшего текста подсказок якобы дается на самом деле всего одна подсказка, одна расшифровка. И я заметила, что две последние подсказки, на них обращу особое внимание, они были взяты именно из восьмого выпуска, из вот этого. То есть получается, что в каком-то выпуске все, что сказал единорог, это вообще мимо. То есть в каком-то выпуске, и мне к сожалению не удалось пока еще выяснить, в каком, если это сделаем, обязательно с вами поделюсь, где-то были подсказки вообще ни о чем и ничего не обозначающие по идее. Но давайте начнем по порядку. Первая подсказка единорога звучит как «Я могу вытащить одно из своих перьев, провести им и создать настоящую магию буквально из воздуха». И она означает, что Ирина Дубцова, поэт и композитор, она пишет песни для себя и других исполнителей. Кстати, пользуясь случаем, хочу вам показать фотографию вот этого замечательного человека, который пишет все подсказки. Также он уникален еще тем, что он единственный из всех, знает все маски, то есть знает, кто находится под всеми масками. Тяжело ему, наверное, с такой ношей. Но вот этот вот как раз человек обладает вот такой фантазией, что пишет нам вот такие вот подсказки. И еще немножечко о подсказках единорога. Они в этот раз были довольно-таки про Дубцову. Знаете, я даже многие из них для себя именно так и расшифровала. Более-менее где-то близко. И еще плюс ко всему поэтам уже мне казалось, что это возможно не она, потому что это как-то очевидно. Мы с вами обсуждали, что если слишком очевидно, значит это не то. А теперь получилось, что то. В общем, подсказки... Кстати, напоминаю, и к восьмому выпуску я переписала все подсказки дословно, до запятой, до точечки. Все это на моем Яндекс.Дзен канале. Ссылка в описании. Каждый выпуск отдельной статьей можно открыть, все почитать, все посмотреть, если вы еще надеетесь что-то понять в этих подсказках. Следующая подсказка, она в принципе довольно хорошая. Звучит как... Мы хотя и живем столетиями, но красивы и молоды. Да, это возможно. Даже если простите, вы уже не девочки. И как многие догадались, и я в том числе об этом думала, что Ирина Дубцова была одной из солистов группы девочки. Правда, на тот момент мне показалось, что, наверное, это вот какая-то специальная ссылка на Дубцову, и, наверное, это все не так, но оказалось так. Следующая подсказка, у меня вообще есть способность читать чужие мысли, хотя казалось бы, кому это нужно и зачем. Вот когда я сейчас читаю эту подсказку глазами, я увидела эти два слова, кому, зачем. А когда я тогда слышала, я думаю, что я не обратила вообще внимание на вот эту строчку. Но оказалось, что это значит, что кому, зачем, собственно, хит Ирины Дубцовой, которую она записала в дуэте с Полиной Гагариной. Я эту песню знаю и очень люблю, и как и все другие песни, которые вот в дальнейшем сейчас будут упомянуты в подсказках. Поэтому, в принципе, мне это все понятно. Если кто не знает, конечно, тоже скажут, ну откуда могли знать. Ну вот я и как многие другие, я думаю, здесь все мне было достаточно предельно ясно. Следующая подсказка, но вот любовь повстречалась с ней именно в Москве и подарила самое настоящее чудо. Я расшифровывала эту подсказку именно так, как расшифровал вот этот замечательный человек, который пишет подсказки. Что касается Ирины Дубцовой, она родом из Волгограда. И, наверное, все-все-все-все-все знают, что она выходила в свое время замуж за лидера группы Плазма Романа Черницына и родила от него сына. Это может означать именно это, значит, она, что бывший муж Ирины сделал ей предложение в Москве во время одного из отчетных концертов проекта «Фабрика звезд 4». От этого брака у Ирины есть сын Артем. Вот именно так я и говорила. Я говорила, что несмотря на то, что Ирина из Волгограда, свадьба у них была с солистом группы Плазма Романом Черницыным именно в Москве во время проекта. И вот у них есть сын. Мне тогда написали, я помню, комментарий, что они познакомились еще в Волгограде. Я тогда извинилась, сказала, я не знаю, ну, как бы вот, наверное, ошиблась. А оказалось, что вот мы, в принципе, немножко иногда в одном русле думаем вот с этим человеком, который придумывает подсказки. Следующая подсказка. Вы опять думаете, что я говорю это о нем, о том, кого вы все знаете? Здесь тоже подсказка не полностью воссоздана, потому что я прекрасно помню, что-то там было про «Замок из дождя». Там был намек на Преснякова, на мужа Подольская. Там была фраза «Замок из дождя», и потом было «Вы опять думаете, что это о нем?». Я тогда и на фразу «О нем» тоже обратила внимание. Ну, мы на тот момент уже с вами прям подробно подсказки не обсуждали. Я на нее тоже обратила внимание, и мне показалось, что это может быть и туда, и сюда. А думаю, может быть, это все-таки случайность. Но оказалось не случайность. И да, эта подсказка значит, что «О нем» название дебютного альбома Ирины Дубцовой, главного хита с этого альбома. Вроде и завуалировано, вроде и запутано, а при этом все достаточно, в принципе, понятно. Следующая подсказка странная. Ну, даже не то, что странная. Я не была знакома с этим фактом, поэтому расшифровать эту подсказку я бы никогда не смогла. «Как это вкусно!» — это же джем из снов. И она значит, что Ирина Дубцова была участницей детско-музыкального коллектива «Джем», созданного ее родителями. Конечно, в том контексте, как это все звучало, сложно было обратить внимание на эту подсказку. Я думаю, вы тоже заметили, очень большие-большие разговоры становятся, большие вот эти тексты. Я когда их переписываю, я просто уже устаю их слушать. И вот эти самые две подсказки, которые обе прозвучали в этом выпуске, в восьмом. Одна из них звучит как «А лучшие из нас участвуют в разных соревнованиях и, как правило, их выигрывают». И это оказалось, что она была победителем различных музыкальных телепроектов, в том числе проекта «Фабрика звезд 4». И последняя подсказка. «У меня столько медалей, что и не сосчитаешь». Она означает, что медали — название песни Ирины Дубцовой. Подсказка «Как я люблю выражаться, притянута за уши». Ну ладно, еще одна песня, то есть уже третья получается песня, завуалированная в подсказках песни Ирины Дубцовой. Так вот, о чем я говорила. Вот эти две подсказки, они звучали в последнем выпуске, в последнем профайле. И это, получается, была седьмая и восьмая подсказка. То есть в каком-то профайле, а возможно даже и не в одном, потому что за другие я там еще не ручаюсь, когда они были сказаны в одном месте или в разных, где-то вообще были пропущены подсказки. Напишите, рады вы такому исходу, сильно ли вы сомневались, что там может быть Ирина Дубцова, сильно ли вы расстроены, что там она, все свои чувства, все свои впечатления от этого. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Я рада, я довольна. Я теперь, конечно, не могу сказать, что на моем счету еще одна угаданная маска, потому что я сомневалась. Открыли бы маску два выпуска назад эту, я бы сказала бы, я угадала, потому что тогда я была уверена, потом появились сомнения, поэтому, ну, 50 на 50. Прежде чем приступить к рассмотрению тональностей, собственно, я бы хотела еще сказать, что восьмой выпуск, на мой взгляд, по репертуару исполненных песен немножко уступает предыдущему, седьмому выпуску. Все-таки седьмой выпуск, впечатлением он был похож чуть ли не на финал. В сегодняшнем восьмом выпуске немножечко были песни как-то поскромнее. Опять же, из всех я выделю снова носорога. Вот носорог мне понравился, остальные чуть меньше, примерно все остальные на одном уровне для меня. Что мы делаем сейчас? Я сделала небольшие отрывочки, несколько фраз, предложения, у кого как получилось, и поменяла тональность, поменяла у кого-то вверх, у кого-то вниз, до примерно человеческого натурального голоса, как бы он мог звучать. Я не утверждаю, что это именно тот голос, который в действительности принадлежит человеку, скрывающемуся под маской. Просто примерно отпустила или подняла голос туда, где бы он мог звучать в своем настоящем виде. И хочу вам показать, чтобы вы сделали свои выводы. Я не скажу, что это прям мне как-то, может быть, сильно помогло, но у нас у всех разный слух, мы все по-разному слышим, поэтому я хочу, чтобы вы тоже послушали. И если у вас появились какие-то мнения, какие-то выводы, если кому-то помогла, то, пожалуйста, обязательно напишите, давайте поделимся на этот раз, вот благодаря вот этому расследованию, удалось что-то нам с вами выяснить или нет. Начнем с неваляшки. Я все-таки продолжаю пока держаться за версию пушного. Делайте со мной что хотите. Давайте послушаем, как голос неваляшки звучит. Не могу сказать, что без обработки, но где-то близко к обычному голосу слушаем. Вот что я хотела сказать. Бонжур, мои лямурчики и лямурихи, жагаристые мои, добрый день, шурнишки. Ваш веселый поющий поплавок прибыл на базу. Следующего давайте возьмем Зайца. Я знаю, что Зайца очень сильно любит. Посмотрите, если я ошибаюсь, поправьте меня. По-моему, Зайц оставшийся единственный из всех масок, который еще не был ни в одной номинации. Я права? По-моему, так и есть. Поэтому слушаем Зайца. Несмотря на то, что я думаю 101%. Что там Тимур Батрудинов. Вот здесь местами было похоже на Галыгина Вадима. Я не знаю, только мне так показалось. Может быть, кому-то еще так показалось. И кто вообще что услышал вот в этом, обязательно напишите. Давайте нашу единственную девушку послушаем. У нас осталась одна женская маска в проекте. Я не знаю, это как-то очень удивительно даже. Осталась только змея. Все мы знаем, что у змеи очень сильно автотюн, очень сильно обработка именно в разговорах жюри. Иногда даже прям непонятно, что она говорит. Попыталась сделать все, что могла. Но давайте послушаем. Может быть, кому-то интонация покажется знакомой. Меня можно обнаружить в самых неожиданных местах. Главное, когда идете смотреть под ноги. Смотреть под ноги. У меня есть много яиц. Но маленькие часики смеются тик-так. От версии того, что там Юлия Паршута, я не отказываюсь и не откажусь никогда. Кто бы там ни был, для меня это Юлия Паршута. Переходим к Ламе. По поводу Ламы версий у меня нет. Вот каких-то таких однозначных. Но я знала, что очень много версий на Ламу. Попробуйте послушать. Кстати, очень сложно было найти. Хоть одно такое достаточно длинное предложение, где Ламу, во-первых, не перебивают жюри. А во-вторых, где что-то длительно Лама говорит. Оказалось, я раньше не замечала, что Лама постоянно отвечает «да», «нет», «иногда». Вы замечали это? Очень мало Лама говорит. Он отвечает односложно. Давайте послушаем, что мне удалось добыть из Ламы. И это будет чистая правда. Лама любит сладкое. Лама может дать вам одну подсказку. Лама любит гонять на Ламамобиле. На очереди, я думаю, мой фаворит. Очень интересно, конечно, кто скрывается в носороге. Опять же, в этот раз были подсказки, вот так прямиком указывающие на Туриченко. Там были названия, опять же, песен Иванушек, Снегири, Безнадега.ру. По аналогии с Дубцовой я теперь вообще уже не знаю, что думать. Это правда или это теперь неправда. Но пока, наверное, все-таки останавливаясь на версии Туриченко, знаю, что очень много других версий у вас есть. Давайте послушаем носорог. Я всегда говорю, что в маске тяжело танцевать. Сегодня я попытался все это разбить древески и доказать, что возможно, даже когда не хватает дыхания. Еще одна загадочная маска. Ни одной версии у меня нет. Ни одной. И все, которые пишут, все, которые я читаю, все, которые говорят в жюри, они мне кажутся почему-то неподходящими. Вообще не могу понять, кто там. Ни одной. Даже за весь проект, восьмой выпуск, у меня даже никогда и не появлялась ни одной версии на Белого Орла. Поэтому давайте послушаем. Я не знаю, поможет это кому-то или нет. И, пожалуйста, давайте конкретно вот на Белого Орла напишите вот все, что вы думаете. Все ваши версии. Я уже хочу найти себе хоть одну, за которую бы я могла держаться. Белый Орел. Смотрите, во мне борются два человека. Хоть я птица, но борются два человека. Один брутал-бруталыч, а другой ваниль-карамельич. И вот сегодня второй вырвался наружу. Вырвался. Ну и остался у нас только Крокодил. Крокодил очень интересная маска. Были у меня разные версии в свое время. Очень популярная была версия Влада Соколовского. Я не знаю, даже склонялась я к ней или не склонялась, не помню. Точно мы ее обсуждали. И вот сейчас я хочу, чтобы вы сначала послушали, а потом я скажу, что об этом думаю. Каждый из участников, мне кажется, очень благодарен шоу-маска. И после шоу-маска жизнь не станет прежней. Это 100%. Надеюсь, в этот раз я никого не забыла. В ближайшее время будут досье на все остальные маски. С некоторыми масками у меня проблемы. Я даже не знаю, кого поставить в Белого Орла, чтобы сравнивать и что-то искать. Например, и с Ламой у меня такие же проблемы. Помогите, прям напишите. Для досье Белого Орла предлагаю взять и таких-то участников. Желательно, чтобы на них была хоть какая-то информация, чтобы я не сидела и не думала, боже мой, кто это. Вот такое сегодня я решила сделать для вас видео. Через неделю будет 9 выпуск. И осталось уже всего 7 масок. Мы уже потихонечку близимся к финалу. Я думаю, в этот раз в финале, наверное, тоже будут 4 маски. Ну, не в финале, а в последнем выпуске, так сказать. Спасибо, что пишете огромное количество комментариев. Я, к сожалению, не успеваю уже, наверное, все читать. Но очень стараюсь. Стараюсь отвечать по мере возможности. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой телеграм-канал. Там мы тоже постоянно в обсуждениях. Еще раз спасибо за внимание. Это был канал Календарио. Я Аня Лапа. Пока-пока.